Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю советским винтажным миниатюрам. У меня есть некоторое количество этих миниатюр, и недавно я прям открыла их, перенюхала, в очередной раз умилилась и восхитилась их красоте, и решила снять видео такое. У меня уже на канале было подобное видео, я ссылку на него оставлю в инфобоксе, когда моя мама и мама моей подруги Вики тоже разбирали эти миниатюры и вспоминали, что и как у них с ними связано. Посмотрите, тоже очень интересно. Но сейчас я уже сама попробую о них как-то вам рассказать, свои впечатления. И я думаю, у многих с ними что-то связано, потому что ароматы действительно эпоха, эпохальные. То есть в свое время, в то вот время, когда они были, очень редко можно было достать что-то французское, да, что-то там какие-то... Ну не деликатесы, как это? Не деликатесные, а дефицитные, дефицитные товары. Вот духи тогда были практически невозможно достать. И вот было вот что-то такое от советских производителей. Но неплохое, совершенно неплохое. Все духи у меня, которые сейчас я вам покажу, в отличной сохранности, то есть может они еще настоялись, они вот просто вот прекрасные. Они прекрасные. И, ну, я приятно удивлена, честно говоря. Первым будет тет-а-тет концентрации, духи от Новой Зари. Такая вот уже потертая крышечка, потертый флакончик. Он великолепный. Этот аромат, он просто великолепный. Если бы я не знала, что это, например, тет-а-тет, я бы подумала, что это какой-то, ну, действительно французский дух. Французский дух, если бы мне в другую, например, флакон, да, налили, или если бы я вслепую его нюхала, да, мне бы казалось, что это, да, это какой-то такой шикарный французский ретро-дух. Здесь все, 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 что я люблю. Красивый ланг, красивая гвоздика, пачули. Такой очень горький, красивый, богатый, тяжелый замес. Но в то же время бодрый и какой-то вот радостный, знаете, вот есть в нем какая-то радостная нота. Он такой вот не гнетущий, не тоскливый, не вот такой вот, бывают некоторые ароматы ретро, ну, такие меланхоличные, грустные, да, какие-то вот такие унылые. Бывает, я 100%, да и не только ретро. Здесь, здесь все вот прям как-то очень бодренько и вполне себе даже современно. Мне безумно нравится, мне безумно нравится его вдыхать из-за флакона, мне безумно нравится его ощущать с кожей. Вот прям буквально два таких вот нанесения, намаза. Ну, ну это хорошо, это просто прекрасно, я бы сказала. Он немножко подмыливает. Ну, то есть тут, тут бездна всего. Я не знаю, я не смотрела его пирамиду, ну, я не знаю, может быть здесь и альдегиды какие-то присутствуют, если есть вот это вот мыльце, да, такое. Мне нравится. Мне нравится, я бы даже, знаете, за перевыпуск, за перевыпуск в каком-то таком вот классном, крутом флаконе попросить там русских дизайнеров, Гошу Рубчинского для тет-тет-а нового времени сделать что-то такое. Ну, это действительно, это наше достояние, это очень красиво. Думаю, не мне одной он так нравится, не мне одной он приятен. Я не пробовала аромат в современном исполнении, по-моему, он до сих пор у Новой Зари есть. Но вот это вот, это красиво, это красота, это красота. Так, я открою свой ноутбук. У меня здесь, а, ну да, ну что, просто не забыть. Дальше у меня был вот прям какой-то тоже аромат от Новой Зари. И мы вечером, что-то делать было нечего, и я вслепую угадывала духи. У меня муж что-то там доставал, все угадала, а один вот не угадала. И так он красивый был, вот, ну, просто невероятно. Я говорю, Леш, у меня это есть? У меня есть такой красивый дух? Почему я не знаю? Кто это? Что это? Откуда? Почему я его не ношу? И когда он мне показал, что это, я немножечко обалдела. Это одеколон Кремль, тоже от Новой Зари. Это еще вот прям такой вот винтажный еще Кремль. Потом там у них, по-моему, другие какие-то флаконы. Но вот у меня вот именно Кремль Башенька. 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 Башня. Это какая-то невероятная роза. Это роза густая, насыщенная, пряная. Вот таких роз, знаете, их поискать еще нужно. Вот сейчас вот в нише или где-то в современном люксе. Это красиво. Это так, как-то, вы знаете, я сначала сказала, что это Гроссмис. Я говорю, это Гроссмис? Ну, что это еще может быть? Он говорит, нет. Все. Дальше у меня как бы исчерп... Ну, то есть я даже не думала вообще, что это такое и что у меня это есть. Оказался, видите, одеколон Кремль. Вот такой вот... Тут маленький-маленький остаток во флаконе, но этот остаток такой душистый, такой красивый. Вот именно, вы знаете, вот он пахнет розой, немножко почулями. Но розы здесь какие-то вот прям замес. Тут и какая-то густая роза, и какая-то свеженькая такая, только-только распустившийся бутон роза. В общем, он меня потряс. Вот честно. Я, честно, никогда его не наносила до этого на кожу, а вот в этот раз прям... Вот хочу теперь себе... Ну, наверное, винтажный. Я не знаю, он еще выпускается, одеколон Кремль. Наверное, винтажный и вот полный. Это было бы просто, знаете, сокровище. Это было бы сокровище. Напишите, если у вас был, или у ваших родителей, или у бабушек, дедушек. Мне будет интересно. Это вот были два представителя от новой Зари. Дальше... Сейчас я открою, чтобы тоже не забыть и не перепутать ничего. Дальше я была не уверена, что это за аромат. И мне написали, что это за аромат конкретно. И да, действительно, это он. Это Сигнатюр. Сигнатюр вот в таком вот очень, по-моему, милом флаконе с пластмассовой крышкой от Allen Mac. Вот этот Сигнатюр, он вроде бы как бы еще выпускается, но уже в другом таком оформлении. Оригинально еще тут была такая голубая ленточка. Ну, как бы со временем, наверное, ленточку... Ленточку время съела. Ну, здесь просто нежность. Это просто нежность, это цветы, это какая-то, вы знаете, пудра. Причем такая, герлен вообще где-то плачет с метеоритами. Ну, это... Я не знаю, почему так не делают сейчас. Есть же все, вот ресурс, вот, вот, есть, вот формула. Ну, сделайте, сделайте, я вас прошу. Я думаю, что тут еще, конечно, это все настоялось со временем. То есть в оригинальном, как бы, звучании, когда только вот тогда он вышел, он, наверное, был более легкий, он был более полупрозрачный, такой, как дымка, да. Сейчас это вот прям такая хорошая, цветочная, ну, я не знаю, феерия, симфония и припудренная. Красота неописуемая. А я вот, знаете, вот так вот руками-то машу-машу, а у меня тут тет-а-тет. Действительно, тет-а-тет. Ну, это бесподобно. Сигнатюр, Ален Мак. Я не знаю, новый он такой же или не такой же, напишите, если вы знакомы с ним. То есть для меня вот это сейчас такие вот прям лихие цветы, хлесткие, яркие, ну, прям такие дразнящие, да. И пудра, все это так припудрено. Красота. Следующий аромат тоже от Ален Мак оказался. Да, по-моему. Давайте сейчас, чтобы мне потом не спутаться. Ну, по-моему, да. По-моему, да. Ну, если нет, то поправьте меня. Вот такие духи, которые называются диско-клуб. С пластиковым таким, тоже, с пластиковой крышечкой. Вот здесь почему-то номер 4 стоит, номер 4. И мне кажется, вот этот вот диско-клуб, он уже, конечно, чуть-чуть офф. Чуть-чуть подпортился, подпортился со временем. Хотя, наверное, знаете, он вот прям очень-очень горчит. И такой вот какой-то прям очень резкий, ну, вот практически один спирт и горечь. К сожалению. К сожалению. Ну, наверное, там были какие-то, может быть, почули, наверное, был какой-то драйв. Раз это диско-клуб. Ну, если у вас были эти духи диско-клуб, напишите, что, как они пахли. Ну, цвет красивый, цвет вот прям такой коньяк-коньяк. Ну, мне кажется, он, да, уже чуть-чуть умер. Потом у меня есть духи росинка. Вот росинка, вот так вот она выглядит. Мне очень нравится это оформление. Знаете, вот Том Форд. Том Форд, Гуччи, Гилти. Вот тоже этот пластик, да, белый. Вот так вы поднимаете, вот на пьедестале стоит вот эта вот росинка. Росинка в духах. А росинка тоже, наверное, была когда-то нежной. Хороший, изящный, но со временем превратилась в уксус, к сожалению. Хорошее вино превратилось в уксус. Не могу ничего вам сказать про эту росинку, но я вам показываю их все равно. Потому что мне интересно, если у вас кого-то было, или у ваших бабушек, или у ваших мам были вот эти вот одеколоны. Не одеколоны, а духи. Чтобы вы написали, как они вообще могли пахнуть. Потому что в интернете очень скудная информация. Мы-то с вами клуб, мы-то семья. Так что вот напишите. Ра-синка, духи. Потому что мои точно уксус. Так, ну это красота. Это красота. Это тоже Ален Мак. Нет, это мир, 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 миракулюм, миракулюм. А быть может. Быть может, быть може. Вот так у меня выглядит флакончик. И вот тут я смотрю, она... В интернете он тоже примерно, примерно так же выглядит. И мама моя, вот она говорит, вот этот аромат у нее был вот прям... Когда она в юности еще до меня, до меня, до меня. Вот он прям был такой вот самый-самый... У них популярный, потому что ничего не было. И вот он вышел, этот аромат. Он был так доступен более-менее. И неплохо пах. Он действительно очень приятно пахнет. Знаете, здесь такая смесь каких-то как цветов и как будто бы древесных нот. Чуть-чуть пахнет каким-то таким пряником коричным. С корицей, знаете. И все-таки цветами. Цветами. Пачули. Я везде пачули чувствую. Не знаю. Может быть тогда правда их везде добавляли. Пачули. Очень красиво. Вот его я не пробовала наносить на кожу. Вот я пробовала только Сигнатюр и Тет-А-Тет. А вот быть может не пробовала. Может быть... А может и надо. Быть может. Такая вот красота. Так. Красную Москву не могу не показать. Потому что... Ну куда без нее. Куда без нее без красной. Красивой Москвы. Вот так выглядит моя красная Москва. Уже какой-то осадок плавает. Слушайте, она наверное уже у меня сгорела. Не могу открыть, к сожалению. Видите, очень затертая крышка. Это я уже говорила. Мне потом писали. Как можно любить красную Москву. Как вообще можно им ей душиться. Это же там клопов травить. Жидкость. Слушайте, ну травите вы клопов хоть чем хотите. Мне нравится. Это очень красиво. Я считаю это достояние нашей страны. Было когда-то. Сейчас конечно... Ну я не знаю. Может быть и стоит. Как бы можно это все возродить. Вот эту вот культуру. Красная Москва действительно очень красивый аромат. Он не уступает той же Шанель номер пять. Конечно, Шанель она более шикарна. Она более чистая. Она более вот эта вот колючая, альдегидная. Москва она более честная. Она такая напор, горячая. Такая вот тушистая, гвоздичная. Ну их нельзя сравнить. Но тем не менее что-то в них общее есть. Она конечно греет. Она греет. Она греет лучше, чем любой пуховый платок. Красная Москва. Ну знаете, мне нравится. Может быть в силу моей ностальгии она мне так еще сильно нравится. У нас никто в семье ею не пользовался. У нас не было. Бабушки не было. Мамы тоже не было. Но вот понюхав ее один раз, мне она до сих пор как-то приятна и нравится. Так. Дальше у меня есть вот такая вот Юрмала 5. Аромат Юрмала 5. И он вот прям такой, знаете, это наверное Динтерс, да, Юрмала 5? Ну наверное. Он классный. Вот он от всех предыдущих ароматов отличается. Он более такой, как будто бы уже осовремененный. Такой замолодежный. Для молодежи. Ну я не знаю. Он более такой драйвовый, более легкий. Он пахнет немножко шампунем. Он пахнет немножко даже жвачкой, цветочками такими, знаете, хрустальными, переливчатыми. Такой, более игривый, наверное. Если предыдущий аромат. Ну предыдущий мы опять не забиваем. Там в основном концентрацию духи. Духи, они конечно всегда такие вот прям плотные. Здесь более легкая версия Юрмала 5. Напишите, что это было у вас, такой аромат или нет. Так, и последнее, что у меня есть. Комплимент. Комплимент. А какой комплимент? Я не знаю. Какой и от кого? Вот посмотрите, вот такая вот штучка. Написано комплимент. Ну это знаете, как на кофейной гуще гадать. Я вот тут вот открываю, что открываю, от кого. Я не знаю, что это за дом парфюмерный сделал нам этот комплимент. Но комплимент такой больше, такой прямо одеколонистый. Здесь чувствуются такие вот зеленые свежие ноты. Какие-то, может быть, пытаюсь прочитать. Нет, не получается. Такой вот он зеленый, свежий. Такой вот автошейф немножко. Комплимент. Напишите. Но, конечно, это видео больше вот-вот об этом. Потому что это меня просто... Одеколон Кремль, он меня сразил наповал. Это такая красотища. Это такая экзотика. Сейчас даже редко такое найдешь. Конечно, это... Знаете, я вспомнила, что тут мне еще очень нравится. Здесь очень красивый. Я чувствую... Ну, помимо иланга, это гиацинт. Я не знаю, есть он или нет. Он дает такой немножко холод. Такой немножко холод. Такая строгость. Строгость такая передается духам. Тет-а-тет. Напишите мне, знакомы ли вы с этими произведениями советского парфюмерного искусства. Что вы о них думаете. Стоит ли их возрождать. Потому что, ну, мне кажется... Ну, слушайте, у нас уже было. Были вот действительно такие красивые вещи. Вот были. Они были сделаны. Почему бы их не сделать? Опять я не понимаю. Я не понимаю, не понимаю. Ну, не о духах, конечно, сейчас надо думать. Но, тем не менее, почему нет? Почему бы хотя бы об этом не поразмышлять, не поговорить? Все. Жду вас в комментариях. Пишите, комментируйте. Всегда очень приятно с вами общаться. С вами была Аленка Блок. Всем привет. Всем пока. Чао-чао. Пока.